Продолжение следует... Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому *** в лоб. Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал на свободе слова, я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Только тут, послушай, ну это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и мочить этих, блин, кацапов чертовых, вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти проценты, чтобы они у меня Крым получили. Ну ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произнесло. Хотя потенциала силового у нас не было, но что-то они только, знаешь, причем, что самое обидное... Я бы нашла, как замочить эти... Я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Ну, я тебе скажу, что я, конечно, от тебя здесь союзник, не просто союзник, и я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что... Я это утром был в совещании глав фракции, и потом я с Виктором говорил, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Ну, смотри, ну, это я с тобой, как бы, не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Ну, выйдем в ГАС, выйдем в ГАС, международный криминал.